Анну Орлицкую и Карлоса Пороса, переводы с испанского, презентация «Монаха. День открытых опытов». Да, всем здравствуйте, еще раз. Значит, немножко об истории того, чем мы, понимаете, мы заметили с Карлосом, моим коллегой, что как-то вот испанская поэзия переводилась в советские времена и вообще известна нашему читателю, но вплоть до, наверное, начала, может быть, середины 20 века, а дальше ничего никогда практически не переводилось. И вот мы решили, что надо это попытаться каким-то образом исправить и перевести более современных авторов, тех, которые значимы именно для современного литературного процесса, происходящего в Испании. Вот. И, собственно, мы обратились к авторам, ну, в первую очередь уже чуть, ну, довольно такого уже взрослого поколения, авторам поколения новейших, но весь и мозг, которые дебютировали где-то в начале 70-х годов. Там вышла такая антология «Девять новейших поэтов». Вот. Они в целом, то есть это люди там 40-х годов рождения, в большинстве своем еще до сих пор живые, здравствующие и пишущие. Вот. Мы начали, значит, с переводов одного из ярчайших поэтов этого поколения, Леопольда Марио Панеро, которого мы сегодня читать не будем, но мы будем читать других его современников. Вот. Начнем с поэта по имени Гиермо Корнеро. Что о нем можно сказать? Он, да, во-первых, он живет, живет и здравствует, он живет в Валентии, был преподавателем литературы, сейчас на пенсии, насколько я знаю. Вот. Он, кроме того, что он филолог и литературовед, он, значит, вообще такой человек, видимо, интеллектуальный и любящий искусство. И в целом это отразилось его поэзией. То есть у него очень много каких-то отсылок к каким-то произведениям искусства. То есть он как-то высказывание, свое лирическое высказывание, он не напрямую там пишет о том, что с ним происходит, а он описывает, у него есть много произведений, например, по мотивам картин. Вот. Одно из таких произведений мы прочитаем. Так, если хочешь что-то еще сказать про Карнера, да, тогда прочитаем второй. Надо? Да. Так, вот. Я не знаю, сучи. Атардецер и ла пенакотека. Ива, си-вен-иас талейно-саменте ле-хана entre инсиер-тас има-генес и нер-тес де-белец антигуа в мусео-я-оскуро, когда ла луц-дел-зол маѓикамеѕте се енгарза кон ен сонидо дел еко, и респадан лос-вентанаѓе, љеѓе и ретумба деликадамеѕте со бравио. Се десбаррама пор каѓалас окултас, сонадо како дебил галопе, ацер и грана бриѓан ен ла љануре, эскорзо дел лејаному муру, арам бе ла љафил, фуго-зул именса, ивас и беніас ен ле инсесанте циркуло де ла ротонда, танцејка де лос-сортијадо, ла бор де минатура, кабелос де ла бирјен кон енниѓо, лос-сортијадо, ла бријенде азур ла естиге, бријанте манзана, циркуло на еспера де дардо, сангре reciен вертја и ла тирде дебрелес, ен ел каладо ла беринто, альто како ўна љама, аѓстада бланкура, со бе ла зул понијде, еко демас е фулго, де лос-муруседас, концертавас кон ен армонико, амнец зорез, киза, маузолео, ту, ту, пиво, ода ла бријтес. Я не знаю, тут комментарии, мне кажется, неуподимы какому стихотворению, потому что здесь упоминаются, значит, во-первых, это стихотворение по картине, конкретной, совершенно, но ёбуд не видно, что я показывать не буду, картина Мадонна с холодецем, там упоминается в конце, два персонажа, это Агнеса Сарей, это фаворитка французского короля Карла VII, и Лола Монтес, это испанская актриса, которая жила в Соединенных Штатах. Закат картины Белерея. Ты ходила кругами, столь воздушно-далёкая, среди нечётких и недвижных образов древней красоты, в уже тёмном музее, когда солнечный свет чудесно сплетается со звуками эхо, скользит по стёклам, льётся дождём, чуть заметно колышет полок, рассыпается по скрытым впадинам, звучит, как едва различимый, ступ копыт, сверкает стальным и карминным, по бескрайней, ракурс далёкой стены, штора, звуки нафира, пламя и синева, равнине. Ты ходила кругами, по непрестанной ротонде, так близко к сплетённым, работа достойная ювелира, голосам дьявы Марии с младенцем, глубоким, вымытым горизонтом, ранящей синеве стикса, к сияющему яблоку, цели, ждущие стрелы, свежепролитой крови и лая в гончик, что в лабиринте молчания, высящемся, как пламя, узкую белизну, над синевой запада, ты, отзвук цвета мантовой охры, сочеталась с гармонией мавзолея. Ты живая, Агнесса Сорей, или, может быть, Лола Монтес. Да, здесь дело то, что Агнесса Сорей вероятно была моделью для художника, который писал эту картину. Вот такой. И, наверное, я еще одно стихотворение прочитаю, уже без оригинала. Непрестанное движение. Люди с принципами, честные отцы семейств и прочая почтенная публика, профессиональные фотографы, преподаватели танцев, одним словом, приличные господа, давным-давно затеяли этот скромный маскарад. Не самым страшным были здесь комичные жесты Матрон, этих нелепых домашних зверьков, и даже не гвалт ни к чьям на зверюшек, приверженных нравственности и порядку, но различимые сквозь мишуру и пластиковые цветы, их сонно-благостные гусиной физиономии. За городом, оставив позади последние окраинные домишки, вечная честь и слава, как говаривал папский посланник, растягивая гласные, мы без лишних усилий обнаружим в полумраке непритязательные остатки опустевшего торжища. Вот механические медвежата, невротические матрешки, у каждой внутри такая же, но поменьше, и так до бесконечности, выпуклые вогнутые и выпукло-вогнутые зеркала, сарай, где хор зловонных атлетов возглашает лебединую песню, муслиновые маски, горожане, переодетые персидскими ослами, персидские ослы переодетые горожанами, полная история костюма и много чего еще. Вот, например, волшебные палочки, пластмассовые насекомые, довольно большой набор грима для клоунов, флакон розового фарфора, в котором иллюзионист хранит свой эликсир, чтобы появляться перед публикой в искрах и сиянии, три или четыре двухсторонних пиджака, воспоминания Фреголи, учебник светского этикета с подписями, сделанными рукой Оскара Уайльда и потертая брошюрка Бадлера. Кто-то придумал так, что пока вертится карусель, спрятанная под ее дощатым полом шарманка, наигрывает исковерканную шансон де Кур, узнаваемую при большом напряжении ума. И пока в ночи звучит эта звонкая цирковая мелодия, скажите, стоило ли ради этого жить? Жить, чтобы вертеться, поскрипывая просмоленными досками. Жить, чтобы так вертеться до самой смерти. Это был Гильермо Корнеро, Испания, Валенция. Следующий автор, которого мы представим, его зовут Хенаро Таллинт. Он тоже филолог и преподаватель литературы. Он преподает в университете Гранады. Наверное, мне кажется, лучше читать, чем что-то о нибудь рассказать. Эпитатио. Фуи ундиёхо куклар и контейсториас. Ми номеросе с индиференте. Solo dejo constancia de mi oficio, porque fue oficio que dictó mis versos, no la pequeña vida que viví. Ni su dolor, ni su ignifikancia. Ella murió conmigo, y aquí ya se desnuda como yo, bajo esta lluvia. Эпитатио. Я был сковороком, и я рассказывал сказки. Имя моё вам безразлично. Оставляю по себе только своё ремесло, ведь именно ремесло диктовало мне строки. Ни жалкая земная жизнь, ни её боль, ни её бессмысленность. Она умерла вместе со мной и покоится здесь, нагая, как и я, под этим камнем. Монологу Энконфакс Абео. Этас palabras que te escribo piensan de modo diferente y en otras cosas que no son tú y yo. Pero es difícil rehuirlas. Vienen para negarme la budez, ser carne, aún sabiendo sin fieles porque no son espejos, ni conocen el temblor que te invade cuando duermes desnuda junto a mí. No sé decirlo, y sin embargo, ellas acuden siempre y te acarician. Las palabras son mi forma de estar solo y ofrecerte una pequeña sensación, un gesto sin importancia. todas las. No mienten, son como son, no buscan la agonía, pero tampoco eluden convertirse en muerte dar testimonio sin venir a mí. Ser ellas mismas aunque yo las niegue, si mis palabras no hablan del amor, es solo porque piensan de modo diferente. Монолог на Кольфо-Савеню. Эти слова, что я пишу тебе, думают иным образом и о других вещах, ни о тебе и ни обо мне. Но трудно их избежать. Они приходят перечеркнуть мою немоту, стать плотью, пусть осознавая свою неверность. Ведь они не зеркала, им не знаком, трепет, охватывающий тебя, когда ты спишь, ногая рядом со мной. Я не в силах это высказать, но они всегда появляются и дарят тебе ласку. Слова «Мой способ быть в одиночестве и передать тебе» едва заметное ощущение, ничего не значащий жест. Возьми их, они не лгут, они, какие есть, не ищут агонии, но и не бегут возможности обратиться в смерть, свидетельствовать обо мне без меня, быть самими собой, даже когда я их отрицаю. Если слова не говорят о любви, это только потому, что они думают иным образом. Ну что, наверное, еще без перевода пару текстов? Без оригинала, вернее, или с оригинала. Без оригинала, без перевода непонятно, да? Ну, можно и так, и так. Да, без оригинала. Воздействие света на растения. Теперь же, когда чистилище пройдено, я изобретаю высказывание мысли дни, короткую историю, где слепота может быть прожита, как ногота. Притворенные слова отчаяния невозможны. Так мои слова говорят, несказанные мною, чуждые музыки, которая привела их в мои руки. Но мы с тобой знаем, что если я с тобой, значит, ты умерла, и уже нет нужды и необходимости требовать твоего присутствия, только из-за того, что твое отсутствие стало бы мне помехой. Мой младший сын играет в гостиной, а мне досаждают книги, когда я хочу побыть в одиночестве, когда я должен побыть в одиночестве. Больше нечего рассказать. Осень подходит к концу. Я в библиотеке, говорю сам с собой и пишу. Иногда читаю. То и дело по вечерам запах реки пропитывает стены. Во влажности нет ничего удивительного. Нет птиц. Ноябрь теплый месяц. Дожди еще не идут в это время года. Закрываю окно. Дни проходят. Я остаюсь. Это все. Наверное, еще что-нибудь без оригинала. Граница памяти. Эти серые колонны, что держат ноябрьское небо, свет растекающийся по крышам, синеющий холод скребется в окна. Этот холод без облача, его оболочка лишь красный отцвет деревьев. Немыслимый запах ее ноготы слышится, крики улетевших дроздов. Время теряет плотность, как затухающий образ. Коснуться лица, ее дыхание. Расчарчиваешь тишину, ту тишину, что изменяется каждый день. В городе начинает светать. Это был Хенару Таллинс, поэт из Гранаты. Ну, наверное, третий автор наш любимый и, наверное, известный уже некоторым петербургским гостям Хосоми Ге Руян. Да? Хосоми Ге Руян, да, это такой очень необычный автор для своего поколения, потому что он не вписывается ни в какие тенденции эстетические, он очень разный. У него и есть визуальные поэзии, много и всяких разных синтезов искусств. Мы сейчас, я перевела его первую книгу, которая называется «Вымыслы». Мы прочитаем, наверное, не все, у него какую-то часть. Первый из Прошу прощения, а вот лучше делать по очереди, но вы записаны, другую линию, иначе непонятно. Так не очень понятно, что вы читали. Прочитали, потом... Прочитали. Прочитали. Още всего. Только, наверное, не приходите по очередь. «Ла гос ес гос, но есисте, но есисте ого ново, сегра тис парпадо». Те тексты, которые прочитал Карл Звезд. Тексты, которые прочитал Карл Звезд. Молодой человек по имени Пако Суайбара, в прошлом году окончивший педагогический вуз, погиб в результате удара рогом, нанесенного телкой во время народного праздника Энсьерру, проходившего сегодня в 5.30 вечера в городе Коинге. «Сегодня утром скончался в клинической больнице 26-летний Хуан Галея Мачакон, в воскресенье получивший ножевое ранение при попытке помочь полиции в задержании двоих злоумышленников, застегнутых при ограблении иномарки». «Завещание» «Себе во владении первое, последнее, о, окровавленное тело, наследие этого псалма, чужая земля, побег навсегда, свобода в неволе. Голос есть голос, его нет. Нет нового аромата. Закройте мои веки». «Это был Хосе Вигель Ульян, испанский авангарист». «Что? Мне кажется, что на этом наш блок переводов завершается. Спасибо». «Про Ульяна что именно?» «Она называется «Вымысл», так же, как «Сборник Борхеса». Кажется, что ничего общего с Борхесом это не имеет до последнего вот этого текста, в котором нет эпигов из Борхеса. Значит, сборник в оригинале был напечатан газетными шрифтами разными, и это, соответственно, вот такая криминальная хроника. «Это было не хроника?» «Ну, да, но там язык именно криминальной хроники, вести дежурная часть. Вот, соответственно, вот 20 небольших таких вот текстов, сообщений о всяких смертях, про персонажей вымышленных, очевидно, судя по названию книги. Ну и последний текст, он такой, какой вы слышали. Вот, это, по-моему, начало 70-х годов. Не было сделано. Надо? Не спорим? Вот. Согласие, согласие автора. А автор уже прочил, к сожалению. А, ну и в смысле наследие. Ну, да. Всякая эта, целая работа. Да. А вы что-то уже начали? Ну, в общем, мы над этим работаем, как говорится. Вот. Я думаю, что на этом все. Я думаю, что на этом все. Я думаю, с боевым временем не всего-то, что мы еще говорим. Спасибо. 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 Спасибо.